Ультраправые побеждают на парламентских выборах в Австрии впервые с времен Второй мировой войны. По подсчетам телеканала ОРФ, партия Свободы заняла первое место, получив 29,2% голосов. Правящая австрийская народная партия канцлера Карла Нихамера идет следом с 26,5%. Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль назвал победу кусочком истории, который партия и ее сторонники написали вместе. При этом для того, чтобы стать новым лидером Австрии, Кикль должен найти партнера по коалиции и получить парламентское большинство. А это может оказаться непросто. Глава партии Свободы заявил, что готов к переговорам с другими партиями, но пока ни консерваторы Карла Нихамера, ни социал-демократы Андреаса Бабблера не готовы работать с ультраправыми. Выступая с заявлением по итогам выборов, уходящий с поста канцлер подчеркнул, что ему было горько проиграть. Но его позиция по отношению к партии Кикля не изменилась. Победа партии Свободы вызвала протесты у здания парламента в Вене. Демонстранты держали плакаты с лозунгами, в том числе кикль нацист. Аналитики считают, что ультраправые стали популярнее из-за недовольства высокой инфляции, войной в Украине и пандемии ковид, а также беспокойства по поводу миграции. Окончательные результаты будут опубликованы в конце недели, после того, как будет подсчитано небольшое количество присланных по почте бюллетеней.